Студия имени Вячеслава Молотова представляет Почему для нас так важна тема Большого Террора? Часть первая Удивительно, но как только у меня в блоге что-нибудь появляется с критикой Большого Террора 1937 года, так снова и снова начинают приходить анонимные письма уже с критикой позиции коммунистического движения имени антипартийной группы 1957 года. Нам прямо ставят в вину, что мы зациклились и закуклились в своей секте, сосредоточившись на опровержении репрессий. Мы даже мешаем, оказывается, классовой борьбе пролетариата, который во главе с КПРФ ведет сейчас предвыборную борьбу за места в Думе. Насчет того, что мы секта. Секта – это религиозная организация. У нас в движении нет ни одного верующего, все сплошь атеисты. А вот в КПРФ там половина верхушки с орденами от одной из самых больших религиозных сект. Так что пальцем в небо насчет нашего сектанства. Лишь любви, дружбе и братстве, спасении человечества, еще Иисус Христос произносил эти главные ценности на земле. Впервые в истории была сформулирована идея создания Царства Божия на земле. На себя в зеркало посмотрите. Если насчет числа членов намек, то мы, извините, не унаследовали 15-миллионную организацию, которая сегодня, на фоне серьезных экономических кризисов, кряхтя и пердя изо всех сил, достигла грандиозного результата. 50 с копейками мандатов в Думе. Одна девятая часть от общего числа мандатов. Что-то эти товарищи, которые совсем не секта, успешно движутся по направлению именно к секте, если так называть небольшую организацию. Да, Зюганов на последнем съезде хвастался, что они численно растут. Мы ему верим. Как не верить человеку, который правдиво поведал миру, что Ленин бомбу под СССР заложил? Ой, да вы же думаете, что это открытие Путину принадлежит? Ну и наивные же вы бараны. Вы вообще не изучаете теоретические труды вашего вождя в классовой борьбе за мандаты в буржуазном парламенте? У меня даже давно сложилось впечатление, что КПРФ и остальные коммунистические организации собрали в свои ряды весь умственно неполноценный контингент политически активных граждан. Кроме состоящих, в их рядах воротил бизнеса, использующих этих организаций как шлюх в своих сугубо предпринимательских целях. Вы настолько, господа коммунисты, тупы, что даже не понимаете, какие темы перед выборами можно поднимать, а какие лучше обходить десятой дорогой. Ну у вас же чешется. Вон агитаторы за КПРФ, два историка, Спицын и Колпакиди выдали целый цикл своих выступлений, в которых доказывали, что в 1937 году массовые расстрелы были, даже причину этих расстрелов придумали. То, что Спицын, тупой дятел, проявилось в его конфликте с Максимом Калашниковым. Так вести себя мог только тупой и вдобавок охамевший дятел. Вы мне, столбовому дворянину, у которого с 16 века в Москве по отцу-предке живут, и нигде у меня вообще на территории Советского Союза нет родни, будете рассказывать и задать одесский мальчик Кучеренко Володя, с хоклятской фамилией, пророк. Потом он еще и обижался, что Калашников обнародовал его высказывание. А гениальность Колпакиди давно проявилась, еще когда он догадался издать роман доктора Геббельса. Сразу налетел на уголовное дело и приличных размеров штраф. Что, Александр Иванович, рассчитывали на коммерческий успех? Вы такой же бизнесмен, как и историк спецслужб. То, что вы обычный мелкий жулик, я уже писал. В крупного вам никогда не вырасти, по причине вашей интеллектуальной недоразвитости. Все-таки от так до конца уровень этой тупости осознать не в состоянии. Перед выборами агитировать за партию, называющуюся коммунистической, одновременно педалировать тему массового террора во время правления коммунистического режима. Я бы сказал, что принципиально важный факт, что они говорили о ежовщине. То есть не говорили, например, о Сталинщине, а именно ежовщина. И в связи с этим, должен сказать, что если бы мы не пережили с вами Горбачевщину, развал страны, семибоярщину, или сколько там их было, банкирщина, всех этих боярщин. И мы все уже понимаем, что... То есть в советском Союзе мы это не понимали, потому что там была тишь да гладь, да божья благодать. В прямом смысле этого слова. А после того, как мы увидели всех этих березовских, бадри, казалось бы, что может быть хуже 90-х годов. Но давайте все-таки очерчим контекст того, о чем мы сейчас будем говорить. Без контекста эти события не поднять напрочь. Ведь речь идет о самом страшном, самом болезненном эпизоде в истории русского народа. Вот об этой ежовщине. Когда за два года уничтожены сотни тысяч людей. 640 тысяч, 670, 350. Не важно. Важно, что это немыслимое количество людей убито всего за два года. Понятно, что антипартийцы этой темой вам на хвост подсыпали соли. Ну вы хотя бы паузу взяли до конца выборов. Нет. У них чешется. Ну а мы вам в который раз будем терпеливо и настойчиво объяснять. Почему тема большого террора настолько важна? Она даже важнее критики пенсионной реформы. Вообще критики действий нашего правительства. Она имеет первостепенную важность для коммунистического движения. Если вы интересовались историей послевоенной Германии, то должны знать, как там пытались в первые годы правления канцлера Аденаура возродить реваншистские настроения в обществе на фоне обострения отношений между США и СССР. Когда шла борьба за будущую Германию, какой она должна быть? Мирной и нейтральной? Либо войти в военный блок под патронажем американцев? Политика деноцификации, которую проводили американцы, закончилась очень быстро. Дальше начались попытки нацификации. Аденауэр даже спецслужбы сформировал из конторы доктора Геллена, бывших сотрудников гестапо и СД. И появились неонацистские организации. У этих организаций было достаточно серьезное финансирование. Но ничего толком из неонацизма не вышло. Так это движение осталось в виде маргинально-агрессивных группировок. Почему так случилось? Вы, наверное, думаете, что идеология нацизма официально в Германии запрещена, и поэтому. Насчет официального запрета правда. Только там он соблюдался так, что это выглядело не запретом, а поощрением. Только никакие запреты не являются препятствием для идеологии. Скорее, они даже стимулируют интерес к ней. Запретный плод. И особенно интерес молодежи. Но какой может быть интерес к идеологии, которая нанесла огромный ущерб самой немецкой нации? Я даже не о том, что гитлеровцы отметились зверствами по отношению к другим народам. Сам немецкий народ пострадал больше всех в результате террора и войн, развязанных гитлеризмом. Повторить еще раз такое, среди немцев желающих много не было. Поэтому неонацизм в Германии перспектив не имел. И пока не имеет. Что там со временем будет, со временем и будет видно. Но пока дело обстоит так. Маргиналы. Конечно, поражение нацизм, немецкий вариант фашизма, потерпел в результате противостояния с коммунизмом. Коммунизм в лице Советского Союза ему нанес и материальное, и идеологическое поражение. Отбив охоту у немцев, снова возомнит себя арийцами. Результаты правления преступного режима Гитлера – самая лучшая антигитлеровская пропаганда. Но не зря Сталина и его соратники называли троцкистов фашистами. В 1956 году троцкистская КПСС заявила, что в результате сталинских незаконных репрессий пострадала значительная часть портаппарата, пострадала безвинно, подверглась в застенках НКВД жестоким пыткам, многие были физически уничтожены по сфабрикованным обвинениям. Разницы между НКВД, так как он был представлен в докладе Хрущева, и Гестапо, не было совершенно никакой. Режим Сталина был представлен в докладе нового лидера КПСС как преступный, нанесший тяжелейший ущерб партии и советскому народу. Там еще и потери в войне выдули в три раза и обвинили в этом Сталина. Коммунистической идеологии был нанесен колоссальный ущерб. Кого может заинтересовать идеология, которая принесла народу такие большие страдания и привела к таким большим жертвам? Даже члены самой партии стали жертвами. Не только в Италии и Франции, в США коммунистическая партия пользовалась огромным влиянием и быстро набирала силу до 20-го съезда. После него моментальное обрушение. Фактически все компартии мира, за исключением тех стран, в которых они были правящими, превратились в маргинальную игручку. Но это был только первый этап трагедии той части мирового коммунистического движения, которая находилась под влиянием КПСС. Второй этап – 1989 год. Когда стали известны результаты работы реабилитационной комиссии ЦК КПСС под руководством Александра Яковлева, с грохотом обрушились все режимы Европы, в которых правили коммунистические партии. Бессудные массовые расстрелы с 656 тысяч человек по приговорам несудебных органов уравнивали коммунизм с фашизмом. В принципе, коммунистическая идеология там, где распространялось идеологическое влияние КПСС, уже после 1956 года была мертва, несмотря на все достижения СССР в космосе и на Гагарина. После полета Юрия Алексеевича ни одна коммунистическая партия, понесшая потери от речи Хрущева, не возродилась. Даже в самом СССР коммунистическая идеология была мертва уже. Иду в бой, считайте меня коммунистом. Сменилось. Хочу сделать карьеру, считайте меня коммунистом. Интеллигенцию в партию принимали еще умеренно, потому что не хватило бы столько карьерных должностей для желающих. А рабочих почти загоняли. Какой там кандидатский стаж? О чем вы? Написал заявление, годик подождал, не проявляя никакой кандидатской активности. Приняли. В партию загнали всех военных и милиционеров. Если бы партийность не гарантировала карьерного роста для интеллигенции, не гарантировала рабочим привилегии и поблажки, если бы военных автоматически не зачисляли в ряды партии, то и у нас бы партия после 20-го съезда начала съеживаться, как шагренева кожа. То, что выдала в 1989 году комиссия Яковлева, то, что сейчас приписывается нашими коммунистами, историку Земскову, никакого влияния на коммунистическую идеологию в СССР и странах Восточной Европы не оказала. Она и так была трупом. Выводы комиссии стали могильной плитой, накрывшей этот труп. На этой плите надпись «Красно-коричневая чума». Вы не забыли еще некоторые слова и выражения времен, когда перестройка плавно переходила в перестрелку? Продолжение следует...